В пятницу я был в одной из индийских деревней, и эта древняя называется Фатиха Бад, которая 35 километров из моего города Агра. Так я погулял по улицам этой древней и постарался снимать обычную жизнь. Вот вам то, что у меня получилось. Например, здесь, как вы видите, этот овощной рынок. Мальчики, которые должны учиться в этом возрасте, ну, в котором они уже работают. Вот, например, уже здесь, как вы видите, один из тех мальчиков овощи продает, и таких мальчиков было несколько на этом рынке. И что же у меня удивило, что вообще по всей Индии, ну, почти в каждом городе бывает такой овощной рынок, но там овощи продают на тележках. А здесь они прямо на полу сидят и продают. Вот здесь они сидят у мечети. Это была пятница, еще я решил посчитать намаз, вот, мусульманская молитва. То пятницу я посчитал этот намаз в этой мечети, которая специально для молитвы пятницы. И вот вам снимали этот овощной рынок. И в эту древнюю, из соседних других древних, очень много людей каждый день приезжает, чтобы покупать необходимые товары. Так, меня вот именно что еще удивило, что не хватает необходимых товаров в соседних древних, то людям из тех древних приходится приезжать в эту древнюю, вот, ради покупки необходимых товаров. Так, в древне есть еще несколько разных магазинов, где продаются разные товары, которые, на самом деле, нужны, вот, людям из древних, да. И не только я здесь гулял, я еще и гулял по тем улицам, где есть эти жили дома. И что еще я узнал, в этой древне до сих пор существуют такие улицы, где живут только люди из высокой касты. Например, одна из тех улиц, вот эта, вот эти дома принадлежат тем людям, которые из высокой касты. Не только дома, но даже их храм. Вот этот храм, особенно для тех людей, которые из высокой касты индуизма. Ну, как известно, что в индуизме есть кастовая система. Вот в этот храм приходят те люди, которые из высокой касты. Это их храм. Храм, на самом деле, красивый, но больно и обидно, что только люди из высокой касты могут ходить сюда. И вот еще один этот старый дом снимали, и мне местные сказали, что этот дом принадлежит тому человеку, который был одним из богатейших людей в деревне. Продолжение следует...